В воскресенье на утреннюю службу всегда собирается много православных. Однако в этот раз молебен был необычным. В храм привезли иконы и мощи христианских святых из Киево-Печерской лавры. У многих-то и не будет возможности, не знаем на какое время, но побывать в Киеве и приложиться к мощам святых Киево-Печерских. И у нас с вами есть эта возможность. Среди прихожан глава города Сочи Анатолий Пахомов с семьей. После торжественного молебна они поклонились святыням, приложились к иконе и мощам. Икона пробыла в Свято-Владимирском храме весь день. Для верующих нашего города это большое событие. Во многих монастырях хранятся нетленные мощи, прославленных церковью подвижников и мучеников. Но нет другого места на земле, где хранилось бы такое количество святых мощей, как в лавре. Киево-Печерская лавра является святынью православия, начало христианства на Руси. И сегодня, в год тысячелетия князя Владимира, очень символично, что эта икона прибыла в город Сочи. И она, конечно, побывает не только по Владимирскому храму, но и в других храмах. Ученые доказали, что мощи святых обладают уникальными, необъяснимыми наукой свойствами. Сегодня поклониться святыне смогли уже верующие в храме Рождества Богородицы в Лазаревском. Завтра иконы и мощи перевезут в Дагамыс. Там они будут находиться в храме Казанской иконы Богородицы. Оттуда отправится в собор Архангела Михаила и затем в другие православные храмы города. От лица всех жителей, прихожан этого храма и жителей города Сочи поблагодарить вас и в вашем лице. Временно исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. За такой дар, который нашему городу был преподнесен в виде этих многоцелебных святых мощей киевских преподобий. Последним храмом, куда привезут икону, станет Троицкий храм в Адлере. Это будет 12 сентября. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.